Книга открытым оком, вопрос 3220, 18 том, тема мусульманства. Если в Коране так и написано, что не принявших их веру нужно убивать, то почему правительство разрешает стране эту религию? Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин. Суры и аяты по повелению убивать неверных толкуют по-разному. Но это всегда готовый меч. Придерживающийся Ветхого Завета тоже никто не пока не освобожал от уклонения от убийства гоев. И это про запас. Коран, 4 сура, 76 аят. Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не веруют, сражаются на пути Тагута. Сражайтесь же с друзьями сатаны, ведь козни сатаны слабы. 80 аят. Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. Кто отворачивается, то мы не посылаем тебя хранителям над ними. 84 аят. Сражайтесь же на пути Аллаха, вменяется это только самому тебе, и побуждай верующих. Может быть, Аллах удержит ярость неверующих, ведь Аллах сильнее в ярости и сильнее в наказании. 4 сура, 92 аят. Не следует верующим убивать верующего, разве только по ошибке. А кто убьет верующего по ошибке, то освобождение верующего раба и пения, вручаем его семье, если они не раздадут его милостыню. А если он из народа, враждебно вам и верующий, то освобождение верующего раба. А если он из народа, между которыми и вами договор, то пения, вручая и моего семье, и освобождение верующего раба. Кто же не найдет, то пост двух месяцев последовательных, как покаяние перед Аллахом. Поистине Аллах знающий, мудрый. А если кто убьет верующего умышленно, то воздаяние ему гиена для вечного пребывания там. И разгневался Аллах на него, и прокрил его, и уготовил ему великое наказание. Сотый аят. Кто выселяется по пути Аллаха, тот найдет на земле обильный убежище и простор. А кто выходит из своего дома, выселяясь к Аллаху и его посланнику, потом его постигнет смерть. Награды его падают на Аллаха, ведь Аллах прощающий и милосердный. Четвертое суры, сто второй аят. И когда ты находишься среди них и совершаешь для них молитву, то пусть стоит вместе с тобой один ряд из них, и пусть они возьмут свое оружие. А когда совершат поклонение, то пусть будут позади вас, и пусть придет другой отряд, который не молился, и пусть они молятся вместе с тобой, но пусть возьмут предосторожность и оружие. Те, которые не веруют, хотели бы, чтобы вы не брегли своим оружием и достоянием, и они бы напали на вас с единым устремлением. И нет греха на вас, если у вас есть неприятность от дождя, или вы больны, что вы сложите свое оружие. Но держитесь осторожно. Поистине Аллах уготовил неверным унизительное наказание. А когда вы закончите молитву, то вспоминайте Аллаха, стоя, сидя на своих боках. А когда вы успокоитесь, то выстаивайте молитву. Поистине молитва для неверующих, предписанная в определенное время. 25 сура, 52 аят. Не повинуйтесь же неверным и борись с ними, этим великой борьбой. 56 аят. Мы послали тебя только вестникам, проповедникам. 63 аят. А рабы милосердного, те, которые ходят по земле смиренного, и когда обращаются к ним с речью невежда, говорят, мир. 64 аят. И те, которые проводят ночи перед своим Господом, поклоняясь и стоя. 47 сура, 4 аят. А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то удар мечом по шее. А когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы, либо милость потом, либо выкуп, пока война не служит своих нож. Так, а если бы пожелал Аллах, он помог бы себе против них, но это для того, чтобы одних испытать другими. А у тех, которые убиты на пути Аллаха, никогда он не собьет с пути их деяний. Пятый аят. Он поведет их и сохранит в порядке их состояние. 48 сура, 20 аят. Обещал вам Аллах обильную добычу, которую вы возьмете, и ускорил он вам это, и удержал руки людей от вас для того, чтобы это было знамением для верующих, и он вывел бы вас на прямую дорогу. 24 аят. Он тот, который удержал руки их от вас и ваши руки от них в долине Мекки, после того, как дал вам победу над ними. Аллах видит то, что вы делаете. 27 аят. Оправдал Аллах своему посланнику видение поистине. Вы непременно войдете в запретную мечеть, если угодно Аллаху, в безопасности, обрив головы и укоротив, не боясь. Он знал то, чего вы не знали, и утверждал до этого близкую победу. 29 аят. Мухаммад посланник Аллах и те, которые с ним, яростны против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимся, падающими ниц. Они ищут милости от Аллаха и благоволения. Приметы их на их лицах от следов падения ниц. Таков образ их в Торе, но в Евангелии образ их посев, который извел свой побег и укрепил его. Он стал твердым и выронился на стебле, восхищаясь сетелей, чтобы разверить им неверных. Обещал Аллах тем из них, которые уверовали и творили благое, прощение и великую награду. 61 сура, 4 аят. Поистине Аллах любит тех, которые сражаются на его пути рядами, как будто бы они плотное здание. 61 сура, 10 аят. О, вы, которые уверовали, не указать мне вам торговлю, которая спасет вас от мучительного наказания. Один стоят. Вы веруете в Аллаха и его посланника. Больтесь на пути Аллаха своими муществами и своими душами. Это лучшее для вас, если вы знаете. Он простит тогда вам ваши грехи и ведет вас в сады, где внизу текут реки и жилища благие в садах вечности. Это великая прибыль. И другое, что вы любите, помощь от Аллаха и близкая победа. И обрадуйте же верующих. Так, это все выдержки из Корана. Игнатий Тихонович комментирует. Выше всего любовь, и к ней призывает Господь наш истинный Бог Христос. Матфея 5, 44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 2 Тимофей 2, 3. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 2 Тимофей 2, 25. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Не захотели меч духовный понести, к арабам, туркам, внукам Измаила. Монахов выпустить на них бои с пустынь. Христа позавшные в пустынях, чтоб не гнили. Шесть полновесных и седых веков, от смерти Иисуса до смерти Магомета, как день один прошли среди песков, и промелькнули, сгинули кометой. Не захотели с ближними делиться. Великим чудным славным благовестием. И не создали для арабов миссий. Сидели словно пни замшелые на месте. Совершилось, кончилось, творца долготерпения. Дамасский меч из ножен извлечен. Халифа и Амары ноги ставят в тремя, которым смерть в усладу явно ни почем. Прошепеляли верблюжьи камеловки. С рогожей вылетели, вымерли в чистую. Бог и Егова начали переплавку. Апокалипсис сдвинулся. Час икс наступит. Теперь исследуют религию Аллаха. Откуда и когда, зачем и почему. До Папа Римского все обуяно страхом. Европа-Азия сготовила кашму. Свернули головы князьям и василискам. Саму мы с конницей и випреи из пустыни. И меч не слово, и ислам так близко. От ярости свирепых кровь в мозгах застынет. Похолодело тело, где нет огня седмиц. Там пятничный намаз, суббота опоздавших. За меч отцов предъявлен полный иск. За грех монашества. А это много дальше. А ныне слушай, хочешь или не хочешь. Бог отдает на жертву Ибрагиму. Евангельское слово обрежет кромчу ночи. Пророчества Христа попали в цель. Не мимо. 2006 год. Игнатий Тихович Лапкин.